Что у вас в этой рunde? Что даже наши молодые эксперты не способны были оценить все те вызовы, с которыми может столкнуться наше отношение и наши страны в ближайшие 25 лет. Рассматривались идеи вплоть до самых таких политических, в частности, как диархеизация Европы, децивилизация Европы. Если не удастся переломить сегодняшние тенденции, которые, конечно, вызывают большую озабоченность у молодых людей. Но есть и хорошая новость. Несмотря на то, что сегодняшние 35-летние, 40-летние молодые эксперты, политики, журналисты даже не могут пока окончательно сказать, с какими вызовами придется столкнуться. Но они готовы с ними бороться, готовы взять на себя ответственность за то, что будет происходить в следующие 25 лет. Так что, господа политики, прошу обратить на это внимание. Существует достаточно серьезное, умное поколение экспертов, политиков, политологов, журналистов, которые знают и думают над тем, что будет. И их представление о том, что есть замечательные возможности, тем не менее, справляться даже с сегодняшними проблемами, с сегодняшними вызовами. Мастерская «Будущее» буквально в сентябре провела специальное заседание, посвященное Украине и попыткам выхода из украинского кризиса. И сегодня еще раз наши участники подтвердили, что именно совместная ответственность и совместное решение проблемы, возникшей вокруг Украины, это будет такой серьезной проверкой для российско-немецких и внутриевропейских отношений. Вторая проблема, которая, безусловно, обсуждалась и считается вполне серьезной, это то, что молодые эксперты верят в то, что через 25 лет у нас будет единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, и у нас будет общий европейский дом. То есть, мало того, что они в этом уверены, это очень важно, потому что это образ будущего, который они сегодня себе рисуют. Они готовы для этого работать. И надо сказать, что в качестве предложения это и звучало. Постоянная и кропотливая работа, постоянный диалог, стремление выслушивать друг друга. Сегодня, конечно, такая заботчность вызывает то, что как Европе, так и России, особенно России, предстоит решить и выбрать новую свою экономическую парадигму. Потому что сегодня на наших глазах, это тоже заботит экспертов, формируются региональные экономические блоки, трансалатический блок без России и азиатский блок без Китая. И что для ситуации делать и России, и Китая, и Европе, это тоже такой серьезный вопрос, ответ на который надо получить. Нам показалось любопытным, и это тоже, я считаю, имеет смысл услышать, это то, что сегодняшние проблемы невозможно решить, если не совершить такого, прошу прощения за такой образ, риторического разоружения. Нужно немножко сбавить накал в риторике, в средствах массовой информации, в политической риторике, потому что, как ни смешно, нужно опять приходить к диалогу. Нам странно говорить об этом в петербургском диалоге, потому что он у нас никогда не прерывался. Но, в принципе, мы стоим перед проблемой, снова садиться за стол, снова говорить, снова слышать и выслушивать друг друга. И, наконец, еще один любопытный, любопытная вещь, на которую мы обратили внимание, мы обсуждали, звучавшие вчера, предложения, разговоры о новом соглашении, и, как часто у нас бывает, естественно, зашел вопрос и спор о том, на что сейчас больше ориентироваться, на ценности или на интересы. И вот совершенно необычное, что немцы, немецкие наши коллеги, они очень много говорили об интересах, они говорили о том, что пора как-то уже подумать и о национальных интересах, о том, что это существенно и важно в отношении к России, Германии, России, Европе. А российские коллеги, несмотря на то, что они тоже говорили об интересах, тем не менее, обратили внимание, что мы не можем остановиться, мы не можем прекратить разговор о наших ценностях. Но существует один интересный тоже вопрос. Почему разговор о ценностях и вообще обсуждение ценностей мы оставляем гражданскому обществу, а вот разговор об интересах и определение интересов мы отдаем политикам? Не пора ли гражданскому обществу еще и задуматься о том, что является сегодняшний день интересами для каждой из наших стран?